Здравствуйте! В эфире Ахтубинского телевидения информационная программа «Ныне» в этом выпуске. В ПДК-06 в истории с предприятием «Экофтор» появились новые подробности. В результате последних замеров в превышении предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе выявлено не было. Ахтубинский район переходит на оптоволокно – надежное и долговечное. Отказ от меди позволит не только предотвратить хищение, но и обеспечит потребителей высокоскоростным интернетом. Унижение и наказание педагоги России предложили за хамство школьников штрафовать их родителей. Вопрос рассматривают депутаты Госдумы. Узнаем, что на этот счет думают ахтубинцы. Об этом и не только подробнее. История с предприятием «Экофтор» продолжает набирать обороты. В эфире Ахтубинского телевидения вышла серия материалов по поводу. Около месяца назад ситуацию осветили и наши астраханские коллеги. Проблему ядовитого запаха и ухудшение состояния здоровья жителей, проживающих непосредственно в районе нефтебазы, ахтубинцы пытаются решить уже на протяжении долгого времени, обращаясь при этом в различные инстанции. Однако каждый замер превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе показывает разные результаты. Так превышено или нет, мы встретились со специалистом Роспотребнадзора, который прокомментировал ситуацию. Мы проверяли это предприятие, не только мы проверяли, и другие органы, и технадзор, и Росприроднадзор проверяли. Есть разогрев мазута, есть его хранение, есть его продажи. Да, облако пара, которое идет, это вещества, которые поступают. Самым опасным здесь является сероводород, который является токсичным газом. Сероводород рассчитан на границе санитарно-защитной зоны, на границе предприятия. Концентрация рассчитана, а концентрация поддерживается. Немножко выше на границе предприятия, меньше, если говорить о сероводородобалканах, если там, допустим, 0,8, она должна быть ПДК, от ПДК, здесь 0,6. 0,8 на границе, 0,6 на границе жилой застройки, вред здоровью, как говорят генические, это не я говорю, это говорят генические нормативы. Концентрация эта вред здоровью не приносит. Да, неприятный, неприятный запах, неприятный запах, он всегда будет ощущаться. Сегодня есть основания для прекращения деятельности предприятия или нет? Нет превышения ПДК, нет превышения ПДК. И лица, которые толпу ведут на брикады, они сначала должны были, мы же ничего не скрываем, пожалуйста, посмотрите. Вот они, замеры. Вот последний раз сделали 30 замеров предприятия КОВТОР, делали разные лаборатории. Ни одного превышения не было. Мы смотрели по ветру, мы смотрели по вагонам, мы сравнивали техническую характеристику. Замеры проводились только тогда, когда был слив. И причем даже юго-восточный ветер не очень-то и влиял. Да, когда юго-восточный ветер, немножко концентрация выше, но не превышает ПДК. К другим новостям. Ахтубинский район переходит на оптоволокно. Такое решение компания Ростелеком приняла с целью избежать новых случаев хищения медных кабелей. И не только. Оптические линии связи обеспечат потребителей высокоскоростным интернетом. Они надежнее и долговечнее. Первыми все плюсы в волоконной оптике ощутят жители микрорайона Ахтуба. Работы по ее прокладке стартуют там уже на этой неделе. На смену медному кабелю в сфере телекоммуникации и интернета в Ахтубинский район приходит оптическое волокно. Одна из основных причин нововведения – массовая кража кабеля. В поисках меди-вандалы вскрывают кабельные канализации и вырезают металлические материалы, кабели связи, приводя невгодность в целую магистраль. По словам руководителя компании, за два года злоумышленниками было похищено 40 километров таких проводов, что принесло крупному оператору немалые убытки, а их абонентам колоссальное неудобство. Ахтубинцы не могли вызвать скорую помощь, пожарную службу, силовые структуры. Особенно нужно тогда, когда я из детьми разговариваю, дочери звоню, сыну звоню. И некоторый раз, конечно, и скорая помощь мне нужна. И скорую. Раз, наверное, три было ночью, и некуда обратиться. Специалисты уверяют, замена медного кабеля на оптоволокно позволит не только предотвратить хищение, поскольку интереса для любителей меди оно уже не вызовет, но и придется по душе любителям качественных услуг. Оптический материал надежнее и долговечнее. Ахтубинский район выбран пилотом в замене с медных проводов на оптику. Прежде всего, это связано с улучшением качества наших услуг. Это расширение каналов. Что ощутят обычные жители? Это интернет будет быстрее, это можно будет получать более качественное телевидение, это можно ставить камеры видеонаблюдения и наблюдать из любой точки мира за тем, что происходит дома. Работа по прокладке оптоволоконного кабеля стартует уже на этой неделе в микрорайоне Ахтуба. Дальше больше. В ближайшем будущем на оптоволоконный кабель перейдет весь Ахтубинский район. По словам директора компании, затраты на данное мероприятие будут значительными, но неограниченные возможности оптоволокна их полностью покроют. На сегодняшний день в Ахтубинском районе мы делаем несколько проектов федеральных и местных локальных. Федеральные проекты – это мы связываем лечебно-профилактические учреждения оптикой, школы связываем оптикой и социально значимые объекты. Это федеральные проекты, которые мы делаем уже на территории области. Кроме этого, мы делаем проекты, которые только здесь локальные, только для Ахтубинска. Наша сегодняшняя инфраструктура это позволяет делать. Частично на федеральных проектах, частично на локальных проектах. Если там сделать еще один шаг вперед, то получается следующее, что база оптическая на сегодняшний день в Ахтубинске готова для того, чтобы связать вместе с друг с другом муниципальные и государственные структуры и частные. И сегодняшняя инфраструктура Ростелекома это позволяет сделать. Марина Мазеева, Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Идем далее. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин дал старт акции «Поезд здоровья-2020». Этот проект реализуется в регионе второй год подряд. «Поезд здоровья» представляет собой мобильные комплексы, в которых работают врачи. Они посещают населенные пункты области с целью медицинского обследования жителей. Напомним, в прошлом 2019 году в ходе работы поезда были обследованы почти 18 тысяч жителей Астраханской области. В Ахтубинском же районе в рамках проекта за две недели работы получили консультацию порядка двух тысяч жителей. Около полутора человек прошли диагностические исследования. Флюорографию сделали более тысячи, а маммографию более 400 пациенток. Отметим, в нынешнем году «Поезд здоровья» посетит все районы области. Ахтубинский район «Автопоезд» навестит ориентировочно летом. Продолжаем заботиться о здоровье, теперь уже детском. Медицинские специалисты призывают родителей не игнорировать график прививок для детей, вакцинацию от корей и других инфекций, особенно прививки, предусмотренные национальным законодательством. В их числе первая прививка против вируса гепатита B, туберкулеза, пневмококовой инфекции, полиамилита и многое другое. В общей сложности до 18 лет человеку необходимо сделать около 30 прививок, не считая ревакцинации. Делать или не делать – решение каждый волен выбрать сам. Однако за вакцинацию выступает большинство специалистов, которые отмечают – профилактика приводит к существенному снижению показателей заболеваемости и помогает укрепить иммунитет. Подробнее Елена Петченко. Иммунизация – одна из самых эффективных и экономичных мер здравоохранения, направленная на укрепление здоровья детей и взрослых. Наиболее значительным успехом данного мероприятия было повсеместное уничтожение оспы, достигнутое в 1979 году. Распространенность многих других болезней тоже была значительно сокращена. На тему пользы и вреда от вакцинации разгораются нешуточные споры. Иммунологи, вирусологи и педиатры упорно отстаивают свою точку зрения, приводя в доказательство правоты статистические данные. И ссылаются они на научные исследования и публикации. Большинство родителей с врачами в этом вопросе солидарны. Прививки все делали с рождения, какие необходимы, по рекомендациям врача-педиатра. То есть рекомендациям следуете? Ну, конечно, куда деваться без рекомендации врача. Мы-то сами без медицинского образования, мы доверяемся нашим врачу. Ну, во-первых, это безопасность ребенка. Безопасность его здоровья. Я считаю, что это нужно делать, поскольку вирусы много ходят, и их, в общем, необходимо делать. Жалко, конечно, детей, что больно им маленьких таких колоть. В общем, считаю, что их нужно делать. Соблюдаем график прививок обязательно. Делаем вовремя, приходим, ходим в поликлинику. Звонит медсестра, всегда предупреждает заранее. Все прививки сделаны у нас. Тема отказа от прививок стала еще более популярна после того, как российские законодатели сделали вакцинацию добровольной, тем самым возложив всю ответственность за нее на родителей. По словам заведующего детской поликлиникой Сергея Солохина, тех, кто против прививок, совсем немного. То, что мы имеем, вот эти вакцины, они помогают предотвратить многие заболевания, включая такие грозные в прошлом заболевания, как корь, эпидпаратит, другие инфекции. Сергей Викторович – не только опытный врач, но и заядлый краевед. Он много знает об истории района и умело оперирует фактами, связанными с медицинской статистикой. Даже есть свидетельства, их можно легко найти в нашей местности, когда огромное количество детей умирало от кори. Вот в пологом замещи, я люблю, ну, это пример, если можно так выразиться, люблю, как доказательство, люблю для того, чтобы родители прониклись и вдумались. Вот в пологом замещи в 1915 году около 120 детей в маленьком селе умерли от кори. Прививки, конечно, дело добровольное, но слишком ответственное. Для того, чтобы относиться к ним несерьезно, Елена Петченко, Владислав Лихварь и Евгений Костюков, Ахтубинск ТВ. В педагогических кругах, а также в Госдуме, обеспокоены тем, что агрессия учащихся в адрес школьных наставников стала весьма распространенным явлением. Словно мода пошла на хамство учителям. Некоторые школьники даже руки распускают. За оскорбления педагогов депутаты предлагают штрафовать родителей хулиганов. Штрафы могут достигать 5000 рублей. Законопроект вступает в разработку. Его основная цель – закрепить высокий статус учителя. Интересно, что по этому поводу думают Ахтубинцы. Узнаем прямо сейчас из запроса. Конечно. Рублем наказывать. Что это такое? Ведут себя так раслябанно дети. Я думаю, что нужно наказывать. А это поможет, как вы думаете? Ну, кто его знает. Это вопрос. Выяснять надо. Ну, надо попробовать. Я думаю, что наказывать за это обязательно надо, за хамство детей. А вот каким образом? Это вопрос спорный. Во-первых, дети сами должны нести наказание. А родители не несут наказание, дети в стороне остаются. Они это не прочувствуют. А может быть, это будет такой семейный вопрос? Ну, может быть, семейный. Ребенок должен понести сам наказание. Каким-то образом. Каким этот вопрос надо обсуждать. Мы-то никогда не позволяли себе оскорблять учителей. Ну, это учитель. Ну, такое воспитание было. А сейчас воспитания нет никакого. Уважения нет к учителям. Никакого нормального, хорошего. И поэтому, как бы, я считаю, что правильно они делают, что нужно наказывать, ну, родителей рублем. Вы думаете, это сыграет свою роль? Да, я думаю, что это сыграет роль. Дети сейчас, поколение сейчас не такое, как у нас. И как было выше, ну, старше родителей наших. Откуда же наберется не то поколение? Ну, это, конечно, все от нас зависит. Вот, и сеть, интернет тоже это все дает, как бы, воспитание должно быть все равно в семье, как бы там ни было. Но родители, каждый родитель занят своим делом, и поэтому, наверное, не до ребенка. Не знаю. Вот теперь деньги все уравновесят. Если будем платить штрафы... Ну, может быть, просто будет воспитание, будет внимание ребенку уделяться, и также будет интерес какой-то у него, и чтобы объяснить детям, что нельзя так делать. Не знаю. Я думаю, что правильно делают. Ну, да, я соглашусь, потому что все-таки все равно учитель, он приносит знания, ну, вот, наверное, во-первых. Ну, и какое-то воспитание все равно дает. То есть, естественно, надо учителя уважать. Вот. Как бы такое мнение мое. Если бы ваши дети вели себя некорректно по отношению к учителю, и вам бы был выставлен штраф. Все-таки, наверное, я обратил внимание, как бы, к своему ребенку больше внимания, вернее, бы дал бы, то есть, побольше, наверное, бы, воспитания какого-то. То есть, как-то так, но... По-другому сегодня не получается. Ну, да. Учитель обязательно должен пользоваться авторитетом. Когда учителя уважают, соответственно, к его мнению прислушиваются, да, вот, на него стараются равняться. Сейчас наблюдается совершенно другая тенденция в обществе, что, в принципе, негативно сказывается на поведении наших детей. Поэтому то, что Государственная Дома рассматривает вопрос о том, чтобы тех людей, которые допускают негативные выплаты в адрес учителей, призвать к закону, призвать к соответствующему поведению, это правильно. Наказывать будут родителей рублем. И как Вы думаете, это сможет повлиять на ситуацию? Ну, я думаю, что сможет повлиять на ситуацию. Потому что сейчас финансовое положение у нас на первом месте, вот, к сожалению. Поэтому, наверное, если человек не понимает слова, если он не знает, как себя может вести в обществе, может быть и такое, то, по всей вероятности, такая мера, наверное, как-то приведет к более, наверное, тщательному слежению за своим поведением. Представляете, если бы эти деньги еще пополняли казну внутришкольной, скажем так? Нет, лучше, чтобы эти деньги не пополняли казну школы, да, человек должен понимать слово, он должен знать, как себя и где вести. Ну, и во все времена учитель пользовался авторитетом. Сейчас в обществе, в нашем, снижен статус учителя, потому что общество наше больно. Ну, и, наверное, принимаются вот такие меры для того, чтобы на таком уровне, наверное, начать лечение, нравственное лечение общества. Конфликты со сверстниками и преподавателями в стенах школы могут стать одной из причин детского побега из дома. Почему с каждым годом беглецов становится все больше? Что нужно знать родителям, чтобы этого не допустить, а если несчастье все-таки произошло, что делать? На эту тему мы поговорили со специалистами. В ближайшее время смотрите в эфире телеканала Ахтубинск ТВ, программу «Встреча в студии по поводу». И переходим к новостям спорта. 2019 год для Ахтубинского гандбольного клуба «Авиатор» оказался значимым. Он буквально получил вторую жизнь, а в сентябре руководитель клуба Николай Остапенко сделал долгожданное заявление о его возрождении. Однако не все так радужно. Желание жить спортом есть у юных гандболистов и наставников. А вот с возможностями не все так просто. Как сейчас живет «Авиатор» узнавал наш корреспондент Владислав Лихварь. Роды, можно сказать, были трудными. Из-за серии наездов бюрократов существовавший много лет клуб, известный на всю страну «Авиатор», был закрыт официально. Но его ветераны, болельщики, почитатели не могли смириться с этим и смогли его реанимировать в одной команде под началом с Николаем Остапенко, тренером «Авиатора». И все у них получилось. А как иначе? Ведь сама-то команда юниоров не распалась. Школьники продолжали тренироваться, играть и выезжать по приглашениям на игры в другие регионы России. Краснодар, Волгоград, Астрахань, Таганрог, Чехов, Тольятти и, конечно, в Харабали, Баскунчак. И нередко возвращались со значимыми победами. Большую роль сыграла и удача. Областную федерацию спорта возглавили настоящие энтузиасты, любители гонбола, бывшие гонболисты, хорошо знавшие Владимира Александровича Гладченко, основателя советского гонбола, бывшего тренера Ахтубинской команды «Авиатор». Как дальше складывается судьба Ахтубинской команды, рассказывает руководитель клуба. Самый значимый турнир за этот период. Так, ну мы еще помимо чемпионата первой лиги, мы еще играем в областной лиге, в Астраханской лиге любительского гонбола. Поэтому я считаю, что эти два турнира для нас очень значимы. Потому что мы здесь игровой опыт приобретаем, игровые навыки. Команда, я могу сказать так, что уже чувствуется, что она уже сплоченная становится. Опыт приобретаем, это самое главное, и верим в свои силы. К сожалению, ни одной победы пока не смогли одержать мы. Ну постараемся во втором круге одержать победу, ну и соответственно постараемся в областной лиге. Ну я хотел сказать, что при формировании команды, еще летом были предварительно с начальником государственного летописпытательного центра, генерал-майором Бориевым, Райко Бравичем был разговор. Он поддержал инициативу, то, что надо восстановить клуб, возродить команду, клуб. Поддержка идет, ну посильная поддержка, которая была запланирована, она происходит. И я этому очень благодарен. Сегодня вышел в свет новый, десятый в этом году номер газеты «Ахтубинская правда». Здесь всегда только свежие, интересные и полезные новости о людях и событиях нашего города и района. Читайте в выпуске. Год был плодородным, но с реализацией выращенного были сложности. Ахтубинские аграрии подвели подробные итоги прошлого сельхозсезона. Обсудили планы на новый. Росгидромет дал прогноз по половодью. И он не очень радует. О причинах и последствиях аномально теплой зимы на четвертой странице газеты. В рубрике «Вопрос прокурору» Ахтубинская городская прокуратура разъясняет, в каких случаях интересы граждан она отстаивает в суде. С 1 февраля в Астраханской области выросли размеры социальных выплат. Размеры для всех групп региональных льготников подробно представлены в таблице. А также обзор событий местного и регионального значения. Рубрика «Письмо в редакцию», расписание и киносеансы в кинотеатре «Победа», программы передач на 18 каналов, гороскоп на неделю и многое другое. Газета уже поступила в точки продаж. Для удобства вы также можете оформить подписку. Как в отделениях почты, так и онлайн на официальном сайте Почты России. И в завершении выпуска о прекрасном. С приходом весеннего тепла Ахтубинцы все чаще говорят, что необходимо наводить порядок и чистоту на улицах города, благоустраивать территории и озеленять. А вот наш корреспондент Владислав Лихварь уже приступил к реализации своей программы благоустройства. Сегодня высадил десятки тюльпанов возле любимой телестудии. Заядлый дачник-садовод. Он не только разбивал цветник, но и с удовольствием делился луковицами тюльпанов с прохожими. Тюльпан самый обычный. Красного цвета и есть немножко желтого цвета. Ну, они самые популярные. Ему не страшны никакие морозы, ни жара, ничего абсолютно. По стеблю тюльпана можно определить, какая будет следующая зима. Вот, например, в прошлом году вот этот корешок я выкопал, да? Вот обратите внимание, совсем короткий. Здесь около 15 сантиметров. Он предсказал, что зима будет теплой. Наш город называют удивительным и красивым. Вот, мне показалось, что цветов в нем не достает. Мы третий год уже высаживаем понемножку, понемножку. И вот уже получилась приличная клумба. И, значит, одна часть будет свести уже в этом году. А вот этот цветок, он зацветет на следующий год. Ну, и тоже по-своему красив. Он дает зелень, а остальные будут распускаться бутонами. И я уверен, люди, которые будут проходить и будут немножко... Он дарит такое жизнеутверждающее тепло, приятную радость. Вот, люди смотрят и улыбаются. Вот, вот так вот. Ну, и, конечно, просьба такая к автомобилистам, чтобы они не парковали машины там, где есть красота. Что ж, а у меня на этом все новости. Оставайтесь с нами и всегда будьте в курсе событий. Вместе с Ахтубинск ТВ. Ахтубинск ТВ